МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Былины, говорят, Илья, сын Ивана из Мурома, болел неизвестным недугом и лежал на печи до 33 лет. Но однажды ночью в дом постучались странствующие волхвы. Хозяйка, мать Ильи, была приветлива к путникам. Она накормила их свежеиспеченным хлебом и налила сытные похлебки. В благодарность за это волхвы пообещали, что Илья вскоре поправится. Родители только вздохнули. Они больше не верили в чудо. Когда странники покинули дом, у изголовья Ильи мать нашла горстку неизвестных плодов черного цвета. Ничего не понимая, она выбросила их в окно и забыла о ночном происшествии. Но через несколько недель растения проросли и дали плоды. Мать приготовила из них похлебку и накормила сына. После этого в ногах у Ильи появилась сила, и он сделал первые шаги. Заметив это, женщина стала и дальше готовить варево с черными плодами. А еще через некоторое время в теле ее сына проснулась невиданная богатырская сила. И назвали его потом Ильей Муромцем. А подарили муромской семье волхвы черную фасоль. Бобовые – одни из самых загадочных растений на Земле. В них скрыто множество тайн. Ведь фасоль, горох, чечевица и их собратья по своим свойствам и содержанию белка очень напоминают мясо. Белок, у него есть греческий эквивалент, называется протеин. А протеин в переводе с греческого – это первой важности. То есть белок для нас – это вещество первой важности. И если в зерновых культурах, таких как рожь, пшеница, белка 10-12%, то во всех зернобобовых культурах белка в семенах 20 и более процентов. У сои это может быть 40 до 50%. В античном мире бобы были главным продуктом питания. Само их греческое название «фаба» означает «еда». По питательности, по своему аминокислотному составу бобовые очень близки к мясу. А по переваримости даже лучше, чем мясо животных. И человечество знает времена, когда запасы бобовых спасали от голода целые народы. Известно, что египетский фараон Тутанхамон, узнав о надвигающейся засухе, а вместе с ней и голоде, приказал наполнить закрома чечевицей и фасолью. Это позволило народу страны пирамид спокойно пережить несколько голодных лет. А современная наука открыла – бобовые насыщены уникальными элементами. В бобовых самая большая концентрация витаминов группы В. И подобных групп витаминов не встречается ни в одном овоще, не встречается ни в каких-либо фруктах. Но как такая удивительная еда оказалась на столе у человека? Древнеиндийские веды отвечают однозначно – бобовые подарили боги. И произошло это в немыслимой древности, когда, по мнению науки, еще не было никаких людей. 105 миллионов лет назад случилась такая ситуация, что на земле случился неурожай. То есть земля перестала давать злаки. И тогда Притху Махарадж пытался понять, что же, собственно, происходит. Притху Махарадж был легендарным правителем, воплощением бога. В эпосе написаны поразительные вещи. Этот царь умел общаться с богами, и они ему помогали. Он общался с полубогами, с девами. Это такие существа, которые управляют различными энергиями во Вселенной. Очень могущественные существа. Притху Махараджу удалось уговорить богов помочь людям пережить голод. Согласно преданию, высшие существа помогли ему разровнять поверхность земли и посадить новые культуры. Это были именно бобы. Если опираться на ведические писания, они говорят о том, что это основная пища для людей – это зерна бобовые. И она называется Анна. Но почему именно бобовые стали главной пищей людей? Священные тексты гласят, что в процессе роста они накапливают энергию солнца, которая собирается в их семенах. В чем суть именно зернобобовых, и чем они отличаются от фруктов или овощей, или от различной другой культуры? То, что растение, например, выращивая фрукт, оно просто отдает сок. Этот сок, запекаясь на солнце, дает витамины. А именно в зернобобовых растения отдают всю энергию в семена. И там происходит скопление огромного количества энергии, которые человек получает в своё питание. Оказалось, это уникальное растение не только вкусно и полезно, но и позволяет сохранить молодость и привлекательность. В Древней Египте считалось, что боги подарили этот продукт женщинам, и он позволяет им сохранять молодость и красоту. Русская императрица Екатерина II очень страдала плохой кожей лица. Она остыдилась своего недостатка и замазывала лицо пудрой из муки. Но пудра только ухудшала положение. Под ней пятен становилось всё больше. Пока однажды придворный медик не предложил ей попробовать римскую маску. Этот секрет знали ещё красавицы Римской империи. Все проблемы с кожей можно решить с помощью гороха. С тех пор кашицу из гороховой муки и сметаны Фрейлина наносила на кожу лица императрицы российской несколько раз в неделю. Причём считалось, что готовить смесь нужно обязательно в деревянной ёмкости и растирать деревянной ступкой, иначе состав потеряет свои свойства. Результат удивил даже опытного придворного врача. Через несколько месяцев кожа стала белой и гладкой. Рецепт этой маски очень простой. Его может себе позволить обыкновенная женщина. Нам необходимо будет несколько... Нам необходимо будет 100 грамм зелёного гороха. И обратите внимание, чтобы горох именно был зелёного цвета. Это говорит об его качестве. 100 грамм гороха мы варим в течение двух часов. После этого мы сливаем воду. Оставшуюся горох мы измельчаем мелко на тёрке, либо просеиваем через марлю. Добавляем к этой кашице молочную сыворотку. После чего готовую консистенцию мы наносим на лицо и оставляем её до полного высыхания на 10-15 минут. После чего маску можно удалить в тёплой водой. Поверьте мне, все, кто пробовал эту маску, будут такими же красивыми, как и Екатерина. Известно, что современная наука думает о реальности древних богов. Однако в связи с загадками бобовых отношения к легендам приходится пересматривать. Дело в том, что дикого предка этих растений в природе не существует. Долгое время принято считать, что предком гороха посевного и гороха полевого является горох, скажу по-латыни, пизум формозум. То есть это предковое растение с жёлтыми цветками, совершенно с другим типом развития и практически очень сложно выращиваемое в культурных, ну, то есть полевых условиях при современной культуре возделывания гороха. Между тем, хотя этот горох и считается предковой формой, промежуточная форма гороха между ним и, скажем так, культурным горохом или горохом посевным практически не обнаружена. Почему у гороха нет дикого предка? Откуда же он взялся на земле? Что или кто сделал его таким, как сейчас? Куда делась промежуточное звено между горохом, который мы употребляем в пищу, и диким формозумом? На все эти вопросы у науки нет ответа. Но неужели бобы действительно принесли боги? Отсутствует вот это промежуточное звено. И с точки зрения морфологических отличий и отличий хромосомного набора, конечно, существует очень большая разница. Потому что даже визуально этот горох с желтыми цветами, совершенно с другим типом развития, в отличие от обычного культурного, посевной у нас это белые цветы, неокрашенные семена, горох полевой, это с окрашенными цветами фиолетовый, целый спектр фиолетово-розовых цветов. А между тем мифология многих народов не просто говорит, откуда взялись бобы, но и объясняет, зачем. Каждому живому существу в пищу предназначены определенные продукты. То есть определенные виды пищи существуют. Для человека мясо в пищу не предназначено. То есть об этом говорится и в иерудических писаниях, и в каких-то исторических хрониках, и просто в философских частях вед мы можем найти упоминание об этом. Во времена, когда боги жили на земле, вся пища была только растительной. И боги, и люди питались богатыми белками, бобами. Бобовые очень разные. Бобовые – это третье по числу видов семейства в мире. То есть после мятликовых, после архидных на третьем месте по числу видов. То есть это очень разнообразное семейство. И наряду с теми культурами, которые мы знаем, все – горох, бобы, фасоль, чечевица и так далее – существуют огромные тропические лианы, огромные тропические деревья, которые относятся к семейству Бобовых. Но однажды произошло страшное событие. Кому-то из людей пришло в голову убить животное и съесть кусок его платья. К этому процессу примешиваются такие негативные нерги, то есть боль, страх, все, что связано с убийством. И мы потребляем это потом вместе с мясом. И наше тело, оно фактически является таким вот кладбищем ходячим, источником всяких негативных энергий. Согласно древним писаниям, после этого мир погрузился во тьму. Начались войны и распыли. Люди стали убивать не только животных, но и друг друга. Сейчас мы с вами живем в самую последнюю эпоху. Вот на санскрите называется Кали-юга, которая характеризуется таким печальным образом эпоха раздоров, вражды, лицемерия. Вот, то есть времена меняются, ну, меняются не в лучшую сторону. В древнеиндийских ведах сказано, что спасти землян может отказ от убийства животных и переход на пищу богов, то есть в том числе и на бобы. Но может ли современный человек выжить и быть здоровым без мяса? Дмитрию Осьмухе 42 года, 20 из которых он не ест мясо. Вегетарианцам его сделала беда. В 22 года молодому человеку поставили страшный диагноз – рак пищевода. Но вместо операционного ножа профессор посоветовал другой способ исцеления, который тогда показался Дмитрию очень странным. Они сказали, если ты хочешь еще пожить, если ты хочешь себя поддерживать в надлежащей форме, то если даже у тебя будет успешная операция, то нужно отказаться. Все равно тебе придется отказаться от нескольких вещей. И самыми главными из них является отказ от мяса. Дмитрий сначала не поверил. Ведь с детства его учили. Для того, чтобы быть здоровым и сильным, нужно есть мясо. Но все же он решил попробовать. И результат такого лечения оказался поразительным. Я решил попробовать. В один день я отказался от мяса, от рыбы, от яиц. Я прожил месяц, я прожил два. Я прожил год потом. И так прошло уже 20 лет. Чудесное выздоровление Дмитрия вдохновило всю его семью перейти на питание на основе бобовых. Сейчас у него есть супруга и двое детей, которые тоже категорически не едят мясо. Основа вегетарианской диеты – это дезлаки, бобы, овощи, фрукты, молоко. В этой диете, безусловно, бобовым отводится очень большая роль, так как они являются источником белка. Однако вместе с бобовыми люди получили от богов еще один не очень приятный подарок. Фавизм, или боязнь бобов, так называется эта болезнь. Поражает она почему-то только особ царских кровей. Историкам стало известно, что древний математик Пифагор имел это редкое заболевание. На этот вывод их натолкнуло исследование его биографии. Оказывается, мыслитель убегал от преследователей и остановился перед бобовым полем. Он не осмелился войти в него, и в этот самый момент его настигли противники. Фавизм – это одно из редко встречающихся разновидностей генетически обусловленного генетической болезнью человека. Но заболевание само по себе, оно достаточно редкое. Оно встречается по распространенности в определенных регионах. Это страны средиземноборского бассейна. Иран, Ирак, Марокко, Италия, Франция. Но откуда взялась эта редчайшая форма аллергии и почему она поражает имена обладателей голубых кровей? Эта древняя тайна, похоже, зашифрована в известной сказке Андерсона. Некий принц хотел взять в жены настоящую принцессу. В поисках возможной невесты семья принца снова и снова устраивала смотрины претенденткам на роль его супруги. Но среди них не оказалось ни одной истинной аристократки. Пока во дворец не забрела загадочная юная нищенка. Ее уложили спать в лучших покоях, а под многослойные перины положили горошину. Организм незнакомки немедленно отреагировал на нее, и все тело красавицы покрылось страшными пятнами. Именно по этой причине утром девушка пожаловалась королеве, что так плохо она никогда не спала. По всей видимости, девушка обладала именно этим редким заболеванием – аллергией на бобовые или фавизмы. Принц немедленно женился на ней. Ведь было известно – это по-настоящему царская болезнь передается только по наследству. Ученым до сих пор неизвестно происхождение этой болезни. Однако удалось изучить механизм поражения организма. Оказывается, вещества, находящиеся в бобовых, попадают в кровь человека и запускают процесс самоуничтожения организма. Сильно сокращается срок жизни эритроцитов, клетки крови начинают распадаться и наступает временный паралич. Когда человек или употребляет в пищу бобовые, или находится вместе, скажем, весной, когда бобовые цветут, то есть цветение тоже может повлиять, провоцирует вот этот усиленный, более быстрый распад эритроцитов. Есть мнение, что истоки фавизма кроются в тайне древних богов. Ведь цари и жрецы считались потомками небожителей, то есть несли в себе божественную генетику. А бобы, судя по всему, были искусственно селекционированы специально для людей и земных условий. Могли ли царственные дети богов иметь аллергию на бобы? Потому что измененный генокод этой еды подходил только для людей, а не для носителей божественной ДНК. Однако от бобов не умирали, поскольку в королевской крови было достаточно и земных генов. Наука выяснила, бобы защищают организм от старения. К такому выводу пришли ученые медицинского колледжа Аризонского университета. В эксперименте приняли участие сотни вегетарианцев, чье питание в основном состоит из бобовых. Также ученые рассмотрели питание на основе сои, типичное для японских долгожителей. Результаты экспериментов оказались поразительными. Употребление соевых продуктов значительно замедлило процесс старения на 13 и более процентов. Оказалось, что соя замедляет действия свободных радикалов, и они медленнее разрушают организм. Более того, соевые продукты содержат такой мощный антиоксидант, как генистеин. Исследования показали, что генистеин блокирует фермент, который включает раковые гены, тем самым уничтожая рак в самом начале его развития. Что еще более поразительно, воздействие генистеина на организм в молодости является чем-то вроде прививки от рака. Полезные свойства сои активно используют японцы. Финский биолог Герман Адлер Кройц обнаружил, что в крови японских долгожителей содержится в 110 раз больше веществ, входящих в состав соевых бобов, чем в крови европейцев. Японцы едят сою со стародавних времен, потому что, например, в течение 400-500 лет мы вообще не ели мясо животных. В некоторых видах сои содержится больше белков, чем в говядине. В ней нет холестерина. Мы готовим из соевых бобов огромное количество всевозможных блюд. Существует даже 200 или 300 различных видов соевого тофу. Невозможно сосчитать, сколько блюд можно приготовить из соевых бобов. Скорее всего, омолаживающий эффект достигается благодаря большому количеству сои. Истинный продукт бессмертия на основе бобовых – мисо-суп, который японцы едят почти каждый день с самого рождения. Суп мисо, если вы готовите дома, все очень просто. Нужно вскипятить воду и положить в нее пасту мисо. Но профессионалы готовят его немного по-другому, конечно, с разными ингредиентами и рыбой. Есть множество разных видов мисо, которые готовятся с использованием 400-500 различных соевых паст. Суп мисо очень полезен для здоровья. Токио и Осоко соревнуются между собой, где лучше его готовят. Эксперты считают, что основной ингредиент мисо – это сыр, тофу, ферментизированный соевый продукт. Он является мощным антиоксидантом и нейтрализует свободные радикалы, тем самым, как бы замораживая организм. Тофу делается из соевого молока. Я когда-то в свое время видел производство тофу. У нас бабушки делали сами. Вымачивали соевые бобы, получали оттуда молоко. Вот это молоко они варили. То есть готовится это, по крайней мере, насколько мне известно, было. Но они готовили обычно ночью. Не знаю почему, вот всегда готовили ночью. И утром, когда я просыпался, тофу уже был готов, сварен. Вот. И он был горячий еще. Вот. И обязательно хранить его надо было в воде. Тофу можно назвать поистине пищей богов. Он очень полезен и совсем не имеет запаха и вкуса. Словно кулинарная матрица, тофу является основой для любого блюда. Да, люди часто кладут в мясо тофу. Но главное, это сам суп, сделанный из соевой пасты. Сою можно жарить во фритюре, парить и все прочее. Из сои можно даже делать пирожные. Количество способов ее использования огромное. Шеф-повар ресторана японской кухни Сейдзи Оксану уже 43 года занимается приготовлением пищи. За это время Оксана четко поняла. Причиной старения является чрезмерное переедание. А главное лекарство – соя во всех ее видах. Например, в Японии очень распространены вареные соевые стручки. Приготовить их довольно просто. Его не жарят. Мы сейчас самый простой вариант делаем. Да, люди могут его пожарить, как бы в качестве гарнира использовать. Вот, просто погружаем. Это самое простое его исполнение. Этого блюда. Теперь прошло небольшое время. Количество времени, буквально 10-15 секунд, мы снимаем и сливаем воду через душлаг. Японцы покупают замороженные стручки сои, размораживают их и немного подогревают во фритюре. Через несколько минут пища богов становится готовой. Остается только оббакнуть ее в соус и съесть. В Средневековье Франция страдала от холодных зим. Убогие жилища не хранили тепло. И даже обильные обеды не помогали. Люди очень часто болели и умирали от простуды. Положение спас король Карл V, который правил французами в 14 веке. Из очередного визита в Испанию он привез редкую для того времени культуру – горох. Оказалось, что один из испанских вельмож предложил Карлу на обед гороховую кашу с жареной свининой. Два часа, пока шел обед, вкусное блюдо оставалось теплым. Французского монарха осенило. Он понял, что именно горох может спасти его подданных от замерзания. Из Испании было приказано привезти несколько сотен обозов с горохом и засеять ими поля на юге Франции. С этого момента гороховая каша с беконом стала традиционным французским блюдом. Как показывают последние исследования, горох не просто вкусен и полезен. Он обогащает почву, оставляя вокруг себя много азота, который нужен другим культурам. Это его качество издревле знали и славяне, смешивая горох с пшеницей и овсом. В этом случае горох выступал естественным удобрением и помогал увеличивать урожайность в несколько раз. Насчет самого гороха ходит много легенд и сказаний. Ему всегда приписывали божественное происхождение. Когда Адам согрешил и его Бог отправил на землю, он начал пахать. Труп пахаря всегда тяжелый. И вот у него катились слезы, и каждая слеза давала начало новому растению гороху. С тех пор говорят, что, в общем-то, горох – это трудная культура, и при ее выращивании тоже надо, как говорится, и слезу пустить, и чтоб пот прошиб. Не так это просто. Горох спасал от голода древних путешественников. И если путешествие длилось долго, странникам приходилось питаться тем, что они находили по дороге. Вкусный и питательный, обогащенный белком горох справлялся с этой задачей как нельзя лучше. Первопроходцы, когда проходили первые какие-то тропы, они обязательно бросали в почву семена гороха. И те, кто шел следом за ними, уже питались этим горохом, потому что они проходили по неизведанным местам. Поэтому постепенно горох вошел в культуру. Сейчас агрономы называют Россию гороховой страной. Это неудивительно. Мы потребляем гороха больше, чем любая другая страна мира. И именно для нас он подходит лучше, чем другие бобовые. Это известная теория. Она очень приятная и селекционерам, и всем, кто любит растения, что так или иначе цивилизации, многие цивилизации, причем достигшие очень большого прогресса в развитии жизни на нашей планете, они так или иначе связаны с ведущими культурами, которые обеспечат их питанием. В частности, индейцы кукурузы, майя, майя, такие сочетания. Мы знаем древнейшие цивилизации, которые были основаны в Юго-Восточной Азии, основанные на выращивании риса. К тому же горох, как и другие бобовые культуры, задает очень много загадок. Например, это одно из немногих растений, которое охотно меняет свои свойства в процессе селекции. Всего за несколько лет русским селекционерам удалось полностью перестроить архитектонику гороха. Если в середине 20 века он лежал на земле, а стручки гороха гнили от дождя, то сейчас горох представляет собой стройные твердые стебли, которые стоят перпендикулярно земле и держат тугие стручки гороха. Я пришла работать в институт в 87-м году, сразу после окончания института. Так вот, длина стебля тех сортов, она была где-то до метра доходила, были такие сорта. Сейчас трудами наших селекционеров выведены сорта, которые 70 сантиметров. Плюс они неполегаемые за счет того, что мы убрали листочки и стали так называемые усатые сорта, пришли на смену. И усатые сорта, они бусиками друг с другом, значит, сцепляются, и в результате получается достаточно устойчивый стеблистой. То есть можно сказать, что селекционеры архитектонику растения гороха изменили достаточно серьезно. Получается, генотип гороха изначально был гибок и устойчив к изменениям, как ни одно другое растение на планете. Это опять наводит на мысль о том, что горох был искусственно создан какими-то древними учеными. Но кем были эти неизвестные селекционеры? И когда это происходило? Исследования шумерской культуры говорят о том, что в питании уже использовали зерноболовые культуры, такие как горох, возможно, чечевица и другие. То есть они уже были введены в культуру жителями. А шумеры считаются первой цивилизацией на Земле. Установлено, что их города возникли в седьмом тысячелетии до нашей эры. И, разумеется, они считали, что земледелие им дали боги. Но неужели боги были настолько предусмотрительны, что подарили растения, чьи свойства можно менять? Удивительная история произошла в жизни Эльдара Юсупова из Воронежа. При помощи питания на основе бобовых ему удалось за короткое время похудеть на 25 килограмм. Когда мне было 27 лет, я весил 105 килограмм. Никогда не испытывал по поводу этого проблем, но все-таки в какой-то момент что-то во мне изменилось. Почему-то я задумался, что нужно регулировать обязательно свой вес. Я думал над разными способами спорт, диеты, что-то еще. Постоянно для себя изучал что-то, откуда-то получал информацию. Но ему ничего не помогало. Эльдар слишком любил поесть. Чтобы выйти из этой ситуации, он стал изучать различные способы питания. И вдруг наткнулся на удивительное открытие. Похудеть можно с помощью обыкновенной фасоли. Это издревле люди заметили, что когда ты употребляешь в пищу корох, бобовые, фасоль, то ты молодеешь, и ты не болеешь. И поэтому они придавали ей такое вот значение огромное. Первым заметил, что Эльдар теряет килограммы его друг Константин. Он и подумать не мог, что приятель теряет вес при помощи своего фирменного блюда из фасоли. Эльдар вообще любитель у нас чем-то удивить. Иногда делает он блюда из своей рецептуры, что-то из фасоли. К сожалению, рецепт сильно не рассказывает. Тайна покрытая мраком. Но получается очень вкусно. Напоминает картошку с мясом. Либо фасоль с мясом. Эльдар начал есть фасоль каждый день, добавляя постное мясо. И его вес начал стремительно уменьшаться. За счет чего это произошло? Оказывается, никакой магии в этой диете нет. Она вполне объяснима с точки зрения науки. Представьте себе, что на переваривание белка организм тратит 40% энергии человека. А в переваривании углеводов участвует всего 4%. Значит, бобовые в сочетании с мясом представляют собой идеальный коктейль из белков. Для того, чтобы переварить такой обед, организму понадобится максимальное количество сил. К тому же, из-за большого количества клетчатки фасоль помогает очистить организм от шлаков. В бобовых очень много клетчатки. То есть первое идет белок, естественно. Это питательное свойство. Клетчатка, очистительное свойство. Микроэлементы, различные витамины. От такой диеты вес Эльдара начал сходить на глазах. К тому же, подтянулась кожа, улучшилось настроение. Стало легче подниматься по лестнице, пропала одышка. Эффект, легкость. Очистился организм. Кожа стала молодее. Все процессы в организме, скажем так, из увядающего организма, я бы так даже сказал, все перешло в разряд молодого. Я себя ощущаю молодым человеком. Мне сейчас 33, я себя ощущаю на 23, на самом деле. Легкость в организме, занимаюсь спортом. Чисто, легко, хорошо. Бобовые занимают важное место в мистических ритуалах и магии. Елена Графская всю жизнь гадает на фасоли. Этому ее научила бабушка, потомственная гадалка. Она уверена, что фасоль одно из самых магических растений на Земле. Во-первых, форма эмбриона. Это человек. Понимаете, как? Когда человек умирает, говорят, вот 9 грамм исчезает. А ведь боб, он действительно весит. 9 грамм. Понимаете, как? Елена Графская использует это гадание для предсказания будущего себе и своим близким. Именно на бабах гадать начали еще в детстве, потому что бабушки наши гадали. Я видела, как моя бабушка гадала себе, людям, как она рассказывала, кем я буду. Она мне еще в 10 лет предсказала, что я выйду замуж за военного, что буду учиться в Москве, что у меня там будет два сына. Я не верила этому всему, но когда оно начало сбываться, конечно, уже поверил. Но в детстве все мы гадали. И если карты были запрещены, и их не было в нашем детстве, то бобовые, горох были всегда. И фасоль это можно было взять. И мы гадали. Графская вспоминает ритуал, который проводила ее бабушка каждый раз, когда в доме не было мира, а дети баловались и не хотели ложиться спать. Она брала в кружку горсть бобов фасоли и обходила дом, потряхивая ими и читая специальный заговор. Издавна на Руси был такой ритуал. Брали обычную железную кружку и бобы. Их должно быть четное число, но всегда почему-то брали 22 штуки. Это может быть горох, это может быть фасоль, это могут быть бобы. И накрываю левой рукой. Всегда накрываю только левой рукой. И начинают обходить дом по часовой стрелке тарахтя. Знахари верят, что такое простукивание дома бабами помогает притянуть удачу и богатство. Моя бабушка всегда говорила, надо бесов погонять. Она брала кружку, отсчитывала 22 баба. У нас всегда были бобы, и она всегда их выращивала для этих целей. Накрывала рукой и начинала обходить по дому и проговаривала заговор. Историки знают магический ритуал, который проводили в Древнем Риме те, кто мечтал поскорее найти свою половинку и создать семью. В Древнем Риме существовало такое поверье, что горох можно разделить на две половинки, и родители, которые хотели поженить своих детей, или девушки, которые хотели приманить к себе любимого человека, они разделяли горох на две половинки. Одну часть отдавали мужчине, вторая часть оставалась у женщины. И по древнему поверью, две половинки гороха, как плюс и минус, должны притягиваться друг к другу. Еще 4000 лет до нашей эры бобовую кашу варили и раздавали на улицах Древнего Египта в праздник Бога Солнца Ра. Такой вывод археологи сделали, когда нашли в одной из египетских гробниц сосуд с остатками пюре из вареной чечевицы. Рисунок на сосуде изображал праздник, во время которого в миске бедняков вельможа накладывал чечевичную кашу. Историки уверены, что в Древнем Египте чечевицы не гнушались не только бедные люди, но и правители страны. Египетскую царицу Клеопатру весь мир знает как самую очаровательную и чувственную из властительниц. Но мало кому известно, что она могла умереть от тяжелой формы аллергии. Жрецы Бога Солнца прописали ей принимать чечевичную похлебку несколько раз в неделю. Для того, чтобы вылечить царицу, лучшие египетские повара вымачивали чечевичные бобы в молоке, так что они становились более нежными и сочными. После чего их на несколько часов закапывали в горячий песок, где они тушились, словно в русской печи. Видимо, именно тушеная чечевица позволила Клеопатре справиться с недугом. Чечевица дарила еще одно полезное свойство – спокойствие и рассудительность. Но для этого ее нужно было приготовить в виде каши. И действительно, в политической стратегии Клеопатре не было равных. В том числе на наше великолепное состояние, тем более на состояние женщин, влияет в том числе, насколько женщина спокойна. И издревле отвары из чечевицы, они благотворно влияли на нервную систему. И отвары из чечевицы уже доказаны, благотворно влияют на нервную систему, они успокаивают, делают нас более спокойными. И, собственно говоря, от этого будет наш великолепный внешний вид. Последние исследования показали, что чечевица спасает от депрессии. Она обладает большим количеством трептофана – аминокислоты, которая в человеческом организме преобразуется в серотонин или гормон радости. Если чечевицу есть регулярно, она изменит не только внешний вид, но и внутреннее состояние организма. Вообще отряд бобовых очень благотворно сказывается для любого типа лица, особенно для жирной кожи. Если вы будете употреблять около 150 миллиграмм различной фасоли, бобов, либо чечевицы в свой рацион, то состояние и выделение кожного сала на лице значительно уменьшится. Благодаря этим продуктам улучшается работа кишечника и органов пищеварения, за счёт чего снижается выработка кожного сала, и ваша кожа будет выглядеть значительно лучше. Чечевичная каша стимулирует обмен веществ, повышает иммунитет и нормализует работу мочеполовой системы. А с точки зрения китайской медицины чечевица считается прогревающей пищей, особенно если она приготовлена со специями. Поэтому чечевичный суп очень подходит для зимнего рациона жителей северных стран. Чечевица очень ценная культура. В общем-то, к сожалению, забытая на Руси, в России, потому что когда-то она была одной из основных пищи россиян. И Россия была первым производителем в мире, лидером по производству чечевицы, и была главным экспортером чечевицы на мировой рынок. Чечевица – это культура, которая содержит мало антипитательных веществ, содержит много железа. Она очень диетическая культура. И чечевица ещё отличается от других бобовых знакомых нам культур, там, гороха, бобов, фасоли, тем, что её не надо замачивать. То есть можно сварить чечевичный суп без предварительного замачивания семян, буквально некоторые сорта за 30 минут. И она рекомендуется, очень рекомендуется диабетикам, например. Во-первых, для профилактики диабета. Во-вторых, для пищи диабетикам. То есть она очень медленно поднимает сахар в крови, очень долго удерживает его на одном уровне. В отличие, скажем, даже просто от булки. Эта история случилась в гареме самого известного халифа Востока Харуна Аррашина. Однажды придворный повар по ошибке приготовил обитательницам гарема, младшим жёнам и наложницам, хлеб не из обычной, а из арахисовой муки. Когда ошибка была обнаружена, повар страшно испугался и ждал неминуемой казни. Но, вопреки его ожиданиям, сладкие арахисовые лепёшки так понравились чаровницам, что они съели всё. И на следующий день попросили повара приготовить такой же хлеб ещё раз. Этим же рецептом воспользовались в 1407 году в Германии. Из-за страшной засухи в стране не осталось зерна. Одна немецкая семья придумала испечь лепёшки из арахисовой муки. Они оказались настолько вкусными и питательными, что позволили им благополучно перезимовать. А арахисовый хлеб назвали марципан или мартовский хлеб. С тех пор он считается одним из излюбленных немецких десертов. Сегодня трудно представить себе продукт, который подходит женскому организму больше, чем арахис. Их рекомендуют, например, кушать, когда есть проблемы с волосами. Потому что на самом деле кожа, волосы и ногти это, собственно говоря, наша внешняя оболочка. Она напрямую зависит от нашего внутреннего состояния. И вообще витамины, которые требуются для нормального развития наших волос и ногтей, те же самые витамины, в том числе, и требуются для нашей кожи. Одним из таких витаминов является витамин А. Очень часто, когда вы наблюдаете за ломкостью, за тусклостью своих волос, это говорит о том, что вам не хватает витамина А. При этом арахис, пожалуй, самый загадочный из всего семейства бобовых. Он растет, как обычный боб. Но плоды арахиса, возревающие в земле, скорее напоминают орехи. Поэтому многие ошибочно считают арахис орехом. Но это не так. земляной орех. Он тоже очень высокопитательный, но у него очень много масла. Если горох и наши бобовые культуры ценятся в основном за счет белка, и в них мало масла, кроме сои, конечно, то у земляного ореха, у арахиса, там больше масла. Арахис плодоносит так, как ни одно растение на земле. Удивительно, что желтый цветок земляного ореха цветет лишь один день. После опыления образуется зависть, а длинная цветоножка начинает постепенно опускаться к земле. Зависть будущего плода достигает почвы и зарывается в землю. Там и созревают земляные орехи. Считается, что надо съедать не менее 20-24 зерен арахиса, я не могу сказать орехи, потому что по-научному это все-таки зерна, 20-25 зерен арахиса в день для того, чтобы получить необходимые аминокислоты, получить достаточное количество белка и других полезных веществ. Как и все остальные бобовые, арахис обладает отличными антиоксидантными свойствами. Полифенол, тормозящий старение клеток, активно вырабатывается при температурной обработке зерен. Таким образом, арахис защищает организм от преждевременного старения, различных опухолей и атеросклероза. Например, арахис буквально ставят на четвертое место после граната земляники и ежевики по антиоксидантным свойствам. То есть это по свойствам, которые замедляют окистительные процессы в организме, действуют таким антиканцерогенным образом. А древние люди верили, что он так полезен из-за того, что впитывает в себя энергию Солнца, Луны и Земли. Фрукты и овощи эти продукты они не содержат информационное поле Земли. В отличие от бобовых, которые впитывают это в определенные лунные циклы, в определенные процессы. С помощью Луны у нас существует притяжение Земли, притяжение энергии. И как раз с помощью Луны происходит накопление энергии в бобовых продуктах. Родина Арахиса засушливые полупустынные районы Южной Америки. Первые люди, которые возделывали эту культуру, были древние инки. Они считали Арахис даром богов. Был даже специальный ритуал. Верховный жрец и старшие священнослужители каждое утро ожидали восхода Солнца. Едва оно появлялось, все падали ниц. А главный жрец брал из корзины горсть Арахисовых бобов и бросал их в жертвенный огонь, восклицая «Ешь, Бог Солнца и вознагради нас, твоих детей». Освященные утренним солнцем бобы использовались и в других ритуалах. Когда инка умирал, соплеменники клали ему в могилу немного Арахиса. Считалось, что на своем пути на небо инка встретит богов, а плоды Арахиса в его руках покажут им, что он из их «Лебеди». Редактор субтитров А.Семкин